приветствую друзья это аудитория МКЗ место где мы охотимся на знания в разных сферах нашей жизни а тем что поймаем с удовольствием делимся с вами так как качественные знания формируют качественное будущее сегодня поговорим о культуре кто-то наверное подумает какая культура когда в мире в казахстане такое творится вот именно поэтому и поговорим потому что многие страшные вещи в мире пытки расстрел мирных демонстраций или обстрел городов те гибнут мирные люди происходит именно потому что есть низкий уровень культуры при этом хотелось бы уточнить что для меня культурный человек в первую очередь тот кто имеет четкие нравственные ориентиры четкую шкалу нравственных ценностей который четко видит ту красную черту за которую ни в коем случае нельзя переходить чтобы не впадать и не скатываться в мракобесии академик дмитрий лихачев называл это интеллигентностью он как-то сказал многие думают интеллигентный человек это тот который много читал получил хорошее образование и даже по преимуществу гуманитарное много путешествовал знает несколько языков а между тем можно иметь все это и быть не интеллигентным и можно ничем этим не обладать в большей степени а быть все-таки внутренне интеллигентным человеком образованность нельзя смешивать с интеллигентностью интеллигентность не только в знаниях а в способность к пониманию другого она проявляется в тысячи и тысячи мелочей умение уважительно спорить вести себя скромно за столом в умении незаметно именно незаметно помочь другому беречь природу не мусорить вокруг себя не мусорить окурками или руганью дурными идеями это тоже мусор и еще какой интеллигентность это способность к пониманию восприятию это терпимое отношение к миру и к людям таких людей все меньше в казахстане более того падение социально-экономического интеллектуального и культурного уровня в обществе это прямая угроза национальной безопасности страны и в наших выпусках мы это постоянно подчеркиваем 2014 году в книге коктейль молотова анатомия казахстанской молодежи мы стали бить на бат по поводу того что нарос социальной напряженности и увеличение протестных настроений в стране также накладывается фактор потерянного поколения особенно среди части молодежи стране появилось большое количество молодых людей не только с низким социально-экономическим статусом но также с низким уровнем образования и культуры это вполне естественная взаимосвязь там где бедность там не до культуры ведь многие из них живут в пригородах крупных городов или являются внутренними мигрантами такие люди более радикально относятся к окружающей действительности многие из них не имеет перспектив с точки зрения достаточного заработка или карьерного роста из-за нехватки качественного образования большинство из них приехали из депрессивных регионов в рамках внутренней миграции стране давно уже существует несколько не пересекающихся параллельных миров один более-менее обеспеченный другой голодный и злой готов выплеснуть свою социальную агрессию при благоприятном случае и вторых намного больше они никакие не экстремисты и не рецидивисты они часть нашего общества который является результатом провале социально-экономической политики казахстанских властей итогом этой политики стала деградация аула поселков и малых городов рост безработицы наркомании алкогольной зависимости и бедности при такой ситуации не надо удивляться тому что в стране появляются те кто что-то громит грабит и отбирает но что же страну в будущем как сделать так чтобы в стране культура стала важнейшей сферы нашей жизни как важная составляющая в обеспечении национальной безопасности казахстана ведь на ней завязаны многие сферы нашей жизни не зря же когда говорят о политике часто говорят о политической культуре когда поднимать тему правосудия говорят о правовой культуре когда делают акцент на повышение финансовой грамотности упоминают финансовую культуру есть даже такое понятие как культура богатства когда беспечные люди не кичатся своим состоянием не пускает золотую пыль в глаза а тратят свои капиталы на благотворительность и другие социально значимые проекты культура пронизывает всю ткань нашего бытия и сознания формируя культуру диалога об этом и не только я хотел бы поговорить с известным казахстанским кино режиссером ермеком тушунова приветствую ермек я очень рад тебя снова видеть нашей студии вот конце прошлого года мы уже сделали с тобой большое интервью кто кстати который вызвал очень большой резонанс среди наших зрителей много было позитивных отзывов потому что в этом интервью мы опять сделали акцент на культуре как на важном элементе национальной безопасности так вот можно ли сказать что например последние трагические события января которые были в казахстане они подтвердили все наши опасения которые мы озвучивали тогда именно в привязке к тем рисками угрозам которые связаны с падением культурного уровня в стране привет еще раз да ну получается так что все подтвердилось ну и потом здесь не нужно было быть прям такими нострадамусами там или бабой вангой все проистекает из логики нашей жизни вот но если на реальных примерах чтобы сильно там не теоретизировать но допустим если вот в первые дни день-два этих январских событий на улице вышли люди которые требовали какие-то не были разумные требования политические там экономические так далее то в последующие дни все эти погромы все эти события связанные с мародерами ну кто это бы это наверно не самые культурные люди были которые там грабили которые разворачивали эти банкоматы которые заходили в магазины тут же прям переодевались оставляли это в революция семнадцатого года когда там брали зимний дворец и там крушили все вокруг все эти вот вазы эти статуи да там дорогие то есть это повторяется но в то же время нужно ради справедливости принимать этот факт что это все были наши люди это никакие не экстремисты это не экстремисты не члены движения талибан не не рецидивисты наши это наши это свои молодые люди неустроенные безработные бедные которые перешли вот эту черту морали и всякой нравственности и занялись погромами то есть это не пришельцы и не никто либо друга это наши наши то есть они занимаются вот тем чем нормальный человек образованный или культурный человек ему в голову не придет там ломать витрины магазинов там забегать туда и крушить и растаскивать я знаю что приезжали даже целыми машинами семьями приезжали люди и растаскивали все вот это вот добро а потом эти машины находили где-то там под мангустау где-то под симпалатинском эти машины набитые там вот этим барахлом всеми эти сотовыми телефоны все что там было в итоге вот этого провального тридцатилетия так называемого экономического развития получается так я основная часть населения выживает а не живет получается то есть второй конец этой палки он всегда приводит к таким вот вещам когда ты не вкладываешься в образовании в культуру ты на выходе будешь иметь дикую орду которая не умеет ничего как крушить грабить разрушать потому что у нет никаких рациональных мыслей у них нет мысли заняться самообразованием заниматься культурой они вообще даже не понимают о чем вообще речь идет тут именно важный вопрос я считал что это несколько даже их вина потому что вот есть понятие потерянное поколение то есть многие из этих молодых людей в принципе вот интересный момент вот если посмотреть например youtube кстати помнишь когда мы с тобой тоже разговаривали там за чашкой чая во время нашей встречи тоже вот эту тему поднимались и вернуть youtube а ведь сколько талантливых простых парней есть да там рабочий да там еще кто-то да то есть люди которые красиво поют классно танцуют неплохо выступать как артисты ну они замкнут вот в этой своей нише да не обустроенности не радость даже помнишь как тот мы пришли к выводу о том что многие кто сейчас выступает на на эстраде лучшим толкать тележку да а многие которые там из простых наших парней аульных и девчат да тоже им нужно сейчас давать на дорогу на эту эстраду потому что не талантливый ты понимаешь вот легче всего делать из них виноватых чем в принципе ну это и удобно для властной пропаганды сказать ук найти виноватых указать пальцем на тех вот вот они виноваты поэтому репрессивный аппарат сейчас мы будем закручивать гайки пытки идут выбивает признание кого угодно это может заставить признаться что он там и японские шпионы британские так далее мы это уже в 30-е годы проходили но ведь если отмотать пленку назвать корни этих проблем в другом это то о чем мы с тобой говорили вот иногда вот залезешь в эти социальные сети бывает там где-нибудь на стройках или где-нибудь там каких-то там подворотнях показывает ребят которые там танцуют или они какие-то там замечательные голоса или какие-то другие дарования и ты думаешь его место не на стройке и не на парковке он должен быть на сцене и часто смотришь на тех кто на сцене и думаешь что он там дико это на сцене лучшего его туда а парковку и машины парковать не дай только не появляйся на людях поразительно как будто происходит до трансформация и это к тому я веду что у нас очень талантливый народ это всегда так и было но когда мы с тобой говорили о культурной сегрегации часто бывает что люди из провинции у них нет возможности пробиться ни на большую сцену не в эти вот университеты и академии искусств потому что сельская инфраструктура полностью разрушена и только может быть даже не у всех жителей городов есть возможность они все подорожали вот эти вот частные школы все эти вот балетные какие-то там мастерские музыкальный не каждый ребенок может попасть это уже воля родителей его возможности устроить его туда и не в каждом ребенке есть этот талант то есть это иногда бывает что это мечты и не сбывшиеся какие-то желания его родители увидеть своем сыне там растроповича или ермека серкибаева вот эти вот момент а что касается значит разрушенных сел то мы чтобы говорили о том что когда все вот я вот с этими со своими съемками объездил всю эту страну это говорю что везде в принципе в провинциях ситуация одинаково все разрушена инфраструктура гос страны сельская она разрушена полностью там жизни нет поэтому молодые люди как только заканчивают школы и там живут в основном старики и дети старики с ужасом ждут когда эта школа закончится потому что как только он выросли с ним надо что-то делать а в селе жизни нет работы нет ничего и он едет в город потому что вся жизнь сосредоточена в городах и приезжая в город он уже в положении андердога потому что в городе конкуренция уже совершенно другая здесь и сами как бы городские дети которые закончили более-менее нормальные школы у них более-менее нормальные условия жить я они живут с родителями они где-то вообще эти ребята бедные приезжают с аулов ну хорошо там у кого-то родственники есть то ты не вечно будешь возле этих родственников жить когда-нибудь на тебя начнут коситься пора тебе самостоятельно дорогу вузы какие-то но качество этих вузов не выдерживает никакой критики в принципе не школа сегодняшняя не наш вуз сегодняшний знаний не дает что им остается делать они складываются в снимают где-то в углу где-то вот на окраинах какие-то вот хибарки живут потом по несколько под человек складываются потом куда им идти на работу куда-то устраиваться ну где их ждут неквалифицированные двух людей молодых без базы без какого-либо шлейфа рабочего они идут на самые низкие на самый вот возможно парковщиками идут на базары идут тележки таскать то есть на всякий такой второстепенный такой тяжелый труд или охраняют это какие-то там здания офис это в лучшем случае их же не возьмут какие-то хорошие там заведения там в банке там или там раскрученные если у тебя нет конечно опять же блата какого-то естественно вот это вот кинетическая энергия этот протестный электорат который приезжает в город и видит вот эту вот роскошь когда он видит они молодые люди мы с тобой тоже когда-то хотели и погулять и в кино сходите за девушкой поухаживать правильно и одеться красиво потому что ну сейчас ведь культ чего вот как ты выглядишь у нас прям принято вот как ты выглядишь так тебе и относится сотовый телефон естественно машине приехал ты хочешь соответствовать всеобщему тренду к заданному как должен выглядеть сегодня молодой а ты так не выглядишь ты девушке не понравишься и девушке тоже хочется по салонам походить на месте вот этот марафет а это все дорого что и вот этот вот негатив он начинает расти они все сидят на кредитах все эти сотовые телефоны взяты на кредит все эти айфоны они дорогие они все все вот это вот вся эта атрибутика современ вот эта вся шелуха которая говорит за тебя о твоей якобы социальной состоятельности это все кредит ты весь в кредитах ты зашлакован этими кредитами и каждый месяц ты должен вот это вот невозможность вот это вот как они чувствуют эту неудовлетворенность несостоятельность растет протест внутренний ну почему чем я хуже тех 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 и тех и когда на другом краю идет демонстрация всяческих понтов когда скажем так молодые люди у как которым повезло с родителями которые сегодня ездят на геленваген золотая молодежь для них залезь открой инстаграм что такое инстаграм это такой вернисаж это ярмарка тщеславия это ярмарка того это модель того как я хотел бы жить там никаких усилий не надо просто нужно значит для девочек естественно путь какой они начинают искать богатеньких там буратин состоятельных и они начинают начинаются какие-то торгово-денежные отношения то есть это совсем не так как когда-то да там она его за стихи полюбила не с любимым рай в шалаше и какой шалаш шалаш должен быть где-нибудь вверх по ленина там в районе медео и так далее желательно трехэтажный шалаш вот и совершенно сбиваются ценностные ориентиры что у них там в головах творится невозможно представить но там очень примитивная картина мира то есть что вот очень много очень много появилось слов терминов которые прижились в нашей жизни он должен быть крутой крутизна у а вызова есть один рассказ поиска перевели как крутизна я это книга отдельная там я машине в 1 олигарха видел вот смотри какая хорошая книга не совсем не про то что ты думаешь крутизна написано но я думаю про себя там там к белге есть что-то о чем-то написал допустим успешность успех что такое успешность это человек залез на вершину пирамиды пищевой да не считаясь ничем может быть он по голодам туда залез и как правило так но и бывает интересный момент многие же представители так называемые наши элиты в кавычке да 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 они же выходцы из за улов да да и именно при них произошла деградация вот именно ты знаешь первоначальное накопление капитала я вот тебе что скажу я какому выводу пришел вот наш народ то многое пережил войну там разруху там это тридцатые годы ашар шлаф вот так книгу выпускал про год и знаешь ему пришел оказывается мы можем выдержать испытание голода а испытание сытостью мы не выдержали получается потому что человек вот у нас даже поговорка есть значит для если бедолага если бедолага один раз набил брюхо он чувствует что он разбогател понимаешь так вот мы так долго жили в проголодь да что мы теперь спешим набить брюхо про запас как у верблята два горба вот ему надо куда-то перец а он поэтому эти два горба должен набить наши люди не знают что такое достаточно они понимают что такое достаточно они все сверх меры никак не наедятся потому что чувство гол и это задается как тренд достаточно вот посмотреть по сторонам часто демонстрация чрезмерно твоей состоятельности она свидетельствует о твоей духовной внутренней нищете получается культура она четко определяет что тебе достаточно что это уже сверх меры абсолютно абсолютно в этом смысле мне нравится какая-то вот синтоизм японское вот отношение к жизни когда человек даже супер богатый он не нуждается в этих богатствах ему достаточно достаточно для нормальной жизни того что он не голоден то что он может что-то на себя одеть что такое вот озлобленность наше общество очень озлоблено озлобленность происходит от нищеты и они думают давайте мы сначала накормим а потом будем думать о культуре так культурный человек и образованный человек он не будет бедным он себя сможет обеспечить и всегда когда говорят вот давайте вначале займемся экономикой политикой и так далее нельзя относиться к культуре таким образом культура это не десерт к основному блюду как они думают культура это самое главное все исходит от нее кстати вот ирмек такой тоже вопрос возник вот после январских событий наша власть о чем только не говорила она говорила о безопасности говорила там о политике говорила об экономике о социальном расслоении говорила о борьбе с олигархами но я практически ничего не слушал опять о необходимости повышения уровня культуры что-то упоминали про образование ну так мельком то есть опять же попадая в ту же самую ловушку они считают что страну можно активно развивать только через социально-экономические реформы но не через активное развитие реформы образовательной культурной сферы то есть опять отделяют ее куда-то отодвигает бог считает что это так потом в будущем может быть но мы уже с этим за три секса столкнулись вы видели к чему это привело вот это вот просто реально трагедия какая-то я не знаю как до них достучат как им объяснить что ребята вы ставите телегу впереди лошади нужно вот уже как-то включаться и уже думать уже есть вот реальные показатели того что вот это вот я не люблю слово идеология но я не могу его сейчас избежать потому что в стране которой отсутствует идеология какая-либо внятная будут происходить вот такие вот события потому что культура включает в себя и воспитание и нравственные основы и мировоззрение миропонимание мироощущение твое а когда ты вот просто просто образован но ты просто образованный дикарь то ты конечно многое чего умеешь но если ты лишен какой-либо нравственной основы ты даже представляешь опасность для общества то есть те люди которые вчера были на площади ими кто-то же руководил а руководил очень умный и образованный человек который может строить какие-то схемы зарабатывать большие деньги то есть образованный циник да это еще более опасный человек и более обладающий властью естественно и когда у тебя есть в руках определенные ресурсы и ты можешь за копейки купить вот этих вот несчастных бедолаг дать им приказ они исполняют все что ты скажешь так вот корень того если бы это была бы культурная нация она бы никогда бы не подписалась вот по такие дешевые разводы понимаешь о чем разговор и здесь все взаимосвязано но я убежден что ни экономика и ни политика и ни что-либо другое не должно быть во главе угла культура основа всего от нее все исходит я вот помню по своему детству я сам из аула я из провинции я помню что по детству я общался со стариками эти старики может быть многие не умели писать они не могли читать там канта там флабера там или там опыты манты бобеля и бебеля и гоголя они не считали но у них была такая нравственная культурная основа которую они заложили в меня допустим и благодаря им я не могу я не смогу переступить какие-то вещи я не смогу даже если меня даже если мне заплатят скажут на вот тебе булыжник вот тебе миллион долларов ну-ка вот это вот бутик ненавистный этого луи виттона ну-ка давай ну во-первых это будет выглядеть глупо для меня во-вторых что это за сделка ты мне заплатил лучше я заработаю я книгу напишу я фильм сниму я сделаю что-нибудь полезное и буду чувствовать себя хорошо когда я буду ложиться спать и я не буду вздрагивать от каждого звука в дверь потому что вдруг там участковый и он притащит вот этот вещественные доказательства скажет помнишь этот булыжник тут отпечатки твоих пальцев а теперь расскажи кто тебе заплатил если примитивно объяснять чтобы они поняли на их языке может быть мы говорим им слишком знаешь тяжело для понимать они уже сами часть этой системы и они настолько уверовали что сначала надо накормить напоить а потом мы будем значит значит бетховена ему играть тогда он воспримет да нет же все наоборот так вот об этих стариках великих наших аульных стариках ахсахалах которые в принципе может быть не были настолько набожными но они были носителями той информации основной которая шла к нам из глубины веков и они говорили урлама ультрме не убивай не укради адамбол говорили будь человеком и доказывали его на своих примерах помнишь я тебе рассказывал про своего джаха дед который мы поехали куда-то на джаляу ночью я замерз на одной лошади едем уже вечером в горах уже темно я к нему прижался холодно мне тогда пять или шесть лет и мы уже ночью там на коняшке тропинка слева значит пропасть справа это гора уже чем и лошадь споткнулась об камень и он слез и начал копать этот камень я думаю что он делает стал ему говорить ага не стиват он говорит заблудимся а он ничего нет раскопал этот камень выкинул его куда-то в пропасть заровнял эту тропинку сели на лошади и поехали и я думал до какого-то времени ненормальный дед вот нереально ненормальный что зачем это надо было через какое-то время дошло слушай это какой был урок это на всю жизнь то есть он думал кто-то будет идти следом споткнется и может упасть в эту пропасть не было камер не было журналистов телевидения никто это не снимал чтобы завтра выложить в сети сказать о это наша там совести нации и так далее у него был вот этот нравственный генетический код намос яд это все что угодно в нем было вот это вот воспитание которое он не демонстрирует он с этим живет нравственная человеческая чистота и он это делал на автомате он даже не задумывался что он делает он этому оценку не давал он это делал механически понимаешь и вот это вот почему мы выжили мы выжили благодаря тому что мы всегда пытались кому-то помочь механически на автомате и всегда говорят вот сороковые годы мы стали значит мы стали всеобщей тюрьмой сколько людей сюда вот ссыльных чеченцы там немцы корейцы их принимали и устраивали у себя дома делились последним это же была всеобщая такая черта не одна какая-то семья этим занималась это был такой код раз потому что чтобы в степи выжить ты должен был кому-то помогать потому что сегодня путник к тебе пришел ты открыл ему дверь накормил напоил спать уложил ты не задаешь ему вопросов тебе вообще где-то не принято значит любопытство хотя тебе очень интересно если он начнет рассказ расскажет а так нет переночевал все накормил утром отправил его дал еще что-нибудь на дорогу там обувь ему поменял механически почему потому что вот эта эстафета добра эстафета человечности она всегда возвращалась к тебе потому что ты завтра тоже мог оказаться быть путником ты завтра тоже мог попереть куда-то там хат совершать и тебе идти через эти степи пустыни вот в одному или там в составе нескольких человек для чего ты должен понимать что ты не будешь один в этой дороге тебе обязательно помогут накормят напоят дадут ночлег и вот эта эстафета добра нашла и сегодня говорят нам это не надо давайте заняться экономикой политикой так это и есть культура человеческих взаимоотношений и кстати здесь если вывод такой сделать я лишь считаю что это было таким преступлением за эти 30 лет когда у нас уничтожили уничтожили вот этот важный мостик через который передавался культурный код культурный код образовательный нравственный и сейчас мы столкнулись с тем что на официальном уровне как великий успех как мощный рывок вперед нам говорят об урбанизации вот сколько людей в города сейчас города будем расширять будет агломерация это мировой тренд я лично считаю эту тему поднял идеологии сейчас одним из важных элементов новой идеологии это возрождение аула в том числе для того чтобы решить проблему с молодежью потому что многие внутренние мигранты с удовольствием и там бы остались конечно если была бы работа если была бы инфраструктура культурная образовательная пускай и развлекательная если бы у них были зарплаты такие же как в городах то есть я думаю что вот этот важный сейчас момент в новой идеологии должен учитываться вот я пока ездил по этим своим киноэкспедициям я часто на въезде в какой-либо поселок натыкался на плакат там написано аулом алтанбисигом то есть мой аул это моя золотая колыбель эти лозунги не работают понимаешь мы всю страну обвешали какими-то неработающими лозунгами которые говорят куда-то в пустоту в никуда они даже циничны по своему содержанию какой-то алтанбисигом там все разрушено а у нас говорят если ты хочешь быть народом ты почини сначала свою колыбель так вот аул это колыбель на самом-то деле я может быть тоже если бы в ауле все было бы на я уверен очень многие даже и не хотят оттуда уезжать ну родина ну ты здесь родился вырос почему ты должен переться куда-то правильно надо выживать знаешь вот коммунисты я помню ты тоже должен помнить эти времена у них был лозунг давайте сотрём границу между городом и деревней то есть выровняем инфраструктуру приблизим село по своему значит инфраструктурному содержанию к городу наши поступили намного проще они просто стерли деревню понимаешь вместе с границей понимаешь получается так так ребята у нас подавляющее количество наций живет именно в провинциях и они там не живут они там выживают я должен сказать вот может быть хорошо критикуем предлагаем да вот я предлагаю я и раньше этим предлагал вот этим людям которые в Атамикен работали давайте для образца возьмем какой-то райцентр и проведем там эксперимент давайте потратить немножко постройте нормальный дом культуры дом культуры это не обязательно там кинотеатр это кинотеатр это библиотека это секции творческие это кружки самодеятельности это какие-то спортивные секции да где завтра вырастут какие-нибудь там Гены Головкины да Димаши и прочее 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 бесплатно обязательно потому что я помню у меня когда я был маленький у нас в деревне в ауле был клуб и в клубе работала тетя Аня киномеханик которая нам рассказывала на какой фильм нам нужно идти на какой не нужно и там работала Кульпа Шапа которая работала библиотекарем я к ней приходил она говорила вот эту прочитай вот эту прочитай потом придешь рассказать я приходил и я ей пересказывал Тома Сойра Фенимора Купера я ей пересказывал а потом я а вот эта книга она говорит это тебе еще рано ты понимаешь там какой-нибудь там Бальзак и прочее там милый друг товарищ да все это тебе потом и она с пятого класса я к ней ходил она была моим личным гидом по мировой литературе куда они все эти подевались люди боже ты мой блин так вот что такое дом культуры это такой очаг здоровое начало которое вот в этом организме зашло к оманам в который весь вот знаешь вот эти вот метастазы рака некий здоровый основ и он пойдет старики туда ходили они пели играли на каких-то там домра там балалайки немцы приходили на своих этих баянах играть и там все время понимаете они пели а если народ начинает петь значит у него все хорошо с желудком на голодный желудок не поют понимаешь так вот в качестве теста давайте какой-нибудь районный центр и вот туда натаскиваем вот этих вот людей молодых которые не могут устроиться на работу там пожалуйста вот они закончили там консерватории музыкальные училища какие-нибудь пускай работают помнишь этот был с дипломом на село у них какая-то программа была да ну а с дипломом езжать учите там обеспечьте их нормальный зарплат и постепенно вокруг этого дома культуры начнется складываться инфраструктура то есть туда должны входить еще и образовательные учреждения да современная школа и желательно возможно где-то еще университет конечно с очень хорошим качественным плюс еще места для работы да современное предприятие там все это начнет оживать конечно оживать вот есть же какой-то саур или баур поселок родина да ну вот же живой пример есть и другие очень много вот таких вот поселков где как-то люди с координировались построили и культурные центры и образовательные я должен заметить я очень долго жил за границей я заметил что ведущие университеты учебные заведения они построены не в городах они построены на в провинциях и там вокруг этих университетов складывается определенная инфраструктура она ничем не уступает городской инфраструктуре так зачем переселять города зачем их раздувать искусственно в чем смысл вы множите вот эту вот бедноту которая при определенном стечении обстоятельств завтра вооружиться палками и приедет на эти площади и будет крушить там все вот эти ненавистные бутики которые которых они не могут достичь и хотя бы знаешь на них как-то отыграться знаешь и вот как-то вот свое свой гнев свое негодование выместить на всем этом зачем вот это и есть культура это и есть культура и ты тогда переформатируешь мозг они будут уже думать по-другому они уже хотя бы вот эти свои дикие свои животные инстинкты они будут уступать место человеческим и они будут возвращаться к своему началу началу что ты человек что ты отличаешься от этих дикарей чем способностью думать способностью рефлексировать и создавать что-то свое и кстати вот если вернуться к тезису твоему о том что у нас нет идеологии может быть еще одна из проблем социалов в том что у нас часто именно идеологи так называемые в кавычках влазили в культуру хотя я думаю что может министерство культуры в идеальном виде оно должно сейчас активно заниматься разработкой идеологических программ в том числе я имею ввиду обновленное министерство культуры не в том виде как оно существовало да вот как ты думаешь именно минкультура и идеология естественную связку стоит предполагать конечно конечно не администрация президента не там не политические партии только не должны заниматься но и минкультура опять же если совсем просто с кем имеет дело допустим министерство финансов министерство финансов имеет дело с финансовыми институтами нацбанк с чем имеет дело он имеет дело с деньгами министерство экономики с кем имеет дело отношения министерство культуры с творческой интеллигенцией с людьми с этим так называемым золотым мостом правда качество этого золотого моста мы уже знаем на сегодня никакое так мне кажется что министерство культуры сегодня не справляется со своими обязанностями потому что это министерство культуры оно собственно с культурой не может справиться а на нее повесили и спорт и туризм и так далее спорт уже на боку опять по зимней олимпиаде мы и по той видели и по зимней в тот раз мы подводили итоги той олимпиады мы там были в тройке мы были в тройке с конца мы были бронзовыми фрезерами с конца там 86 по моему а мы 83 финишировали здесь мы показали стопроцентный результат то есть вообще ничего да мы красиво были одеты хорошо спели гимн помнишь я тебе говорю мы очень хорошо поем гимн все что вот наши спортсмены там очень хорошо поют гимн все что начинается после гимна лучше не смотреть лучше заключать все вот и мне интересно вот ребята вот вы провалили спорт хорошо что нет олимпийских игр по туризму потому что я уверен что по туризму у нас тоже не было бы конкурентов порвали бы всех чертовой матери хорошо бы спели и одеты были бы во все это национально мы только олимпийские игры по понтам могли бы выиграть первое место заняли точно да по понтам ну мы с кем могли бы соревноваться даже не представляю ближайших конкурентов не вижу я не вижу ближайших потому что я объездил весь мир казахи вообще номер один начиная с мировых курортов и заканчивая там этим проведениями экспо да и так далее каких-то олимпиад там у нас ой кашмар какой вот плакать или смеяться да не знаю кашмар а что касается значит вот этих идеологем которые спускаются оттуда я не знаю кто там сидит там сейчас в этих в аппарате президент хотя знаю этих людей и в министерстве тоже всех этих людей какая у них матрица в голове я не знаю но они действительно спускают оттуда какие-то темы у нас есть несколько знаешь вечных тем железных это первое значит обязательно нужно отразить какого нет батыра вот желательно вот батырный ряд у нас есть батырный ряд он бесконечный каждый раз появляются новые какие-то там побили там побили по казахстану проедет в каждом районном центре есть свой батыр и он кстати с копьем на краю аула уже значит памятник стоит значит это чей-то там какого-то архбутагну бергбутагну бардемеса потом значит есть ряд кого значит деятели деятели которые значит оставили какой-то след потом у нас из обязательных тем это дружба народов обязательно как мы спасали корейцев немцев от голода это всегда работа и потом значит значит что там про пятьсот пятьдесятилетия казахстан обязательно что-нибудь победительное как мы значит истребляли джунгаров казахи виноваты по моему меня убедили в том что джунгары исчезли как это казахи их истребили мы истребили всех джунгаров значит ни одного джунгара не осталось слушай понимаешь и теперь что еще а дальше на усмотрение значит авторов то есть художник что там в голову придет там ну что-нибудь про любовь можно там но только не дай бог там какую-нибудь острую тему не трогайте ничего и если вот этот модельный ряд тематический спускается сверху вниз значит творцы должны их отрабатывать понимаешь сверху вниз идет на самом-то деле должно быть снизу слушай слушай ну у творца что в голове творится это невозможно представить да поэтому чтобы не дай бог они там не придумали что-нибудь свое лучше спустить нормальную заготовку работайте в рамках этой болванки ребята не надо там куда-нибудь там не дай бог это как потом хручев же ездил на этом бульдозере по картинам по картинам абстракт еще и матерился да ну какой он мархамбаев у нас что-нибудь придумает не дай бог как с ним это а не дай бог народу понравится что с этим делать безопасно спускать тематический ряд работайте ребята в рамках заданной вот этой тематической линейки это глупость у главных чиновников от культуры еще такое культурный кластер точнее как экономический такой термин променили к культуре кстати в Министерстве культуры произошло кадровое изменение да нас как бы любят такими вещами заниматься такое тоже собственно такая национальная традиция такая вот какие ожидания тебя вообще ну поменяли ты кстати предыдущего министра сильно критиковал да сейчас появился новый есть какие-то ожидания в плане я знал наверное практически всех министров культуры у меня практически со всеми из них были ровные отношения единственное я могу выделить наверное Алтенбека Сарсимбаева с которым я по-настоящему дружил ну у нас дружеские отношения еще были задолго до того как он стал министром мы еще со студенческой скамьи с ним дружили а в Москве вообще жили в одной квартире так вот я могу сказать что за все эти годы независимости нам трагически не везет на министров культуры но это даже не вина этих министров культуры потому что они попадают в те рамки заданные общей вот этой вот канвы из которой они не могут вырваться мне кажется что проблема тут в чем могут меняться лица могут меняться министры ну вот с чем это можно сравнить допустим пьесы шекспира идут уже несколько сот лет меняются там режиссеры меняются актеры но канва то остается сюжет один и тот же то есть мантеки там воюют со своими ромео там умирает потому что значит джульетта отравился и так далее ну и когда один и тот же сценарий и тебе нельзя там ничего вносить или ты не способен и не хочешь вносить рискуешь рискуешь вносить то лучше по этой вот наезженной колье ехать я пока не видел ни одного революционера министра который бы занимался вопросами культуры и разбирался в них бы глубоко были хорошие толковые люди я могу сказать там про Дюсиена Кассиинова был такой замечательный человек как Узбегалис Жанебеков его наверное уже не помнят замечательный был человек который был имел отношение к культуре занимался идеологией он понимал предмет понимал предмет все остальные а что касается вот всех остальных особенно про предыдущего я не хочу вообще говорить у меня настроение портится знаешь когда про предыдущего министра культуры буду говорить что касается нынешнего ну ты знаешь ну перспективные наверное но проблем проблема в чем до этого был министром информации по моему да потом он работал зам руководителем АП у меня с ним хорошие ровные отношения мы с ним общаемся мы я не могу назвать его своим другом ну нормально общаюсь но опять же ему достается вот это хозяйство после вот этого швондера в юбке я ее называл швондер в юбке значит после нее осталось выжженное поле и вот он сейчас принимает дела и вот сразу же олимпиада да олимпиада с минусовым результатом что делать начинают увольнять тренеров у меня вопрос а почему тогда спрос они с предыдущего министра который был согласен на этих тренеров и так далее почему спрашивают всегда не с тех и потом почему назначают не тех я конечно желаю гаврину всяких успехов чем смогу помогу но дело в том что я не очень надеюсь на то что что-либо такое получится потому что во первых золотой мост прогнил это уже не тот золотой мост творческая интеллигенция творческая интеллигенция которая должна быть посредником ее нет ее нет есть назначенные творцы назначенные творцы которые призваны призваны возделывать эту благодатную почву но эти люди которые значит выстаивали в очереди за большим столом получали какие-то медали ордена стипендии государственные премии это не самая лучшая часть творческой интеллигенции самые настоящие люди творцы их не видно они заняты делом вот габит не спать один из лучших органистов музыкант мы его с тобой знаем наш общий друг это совершенно сумасшедший человек в хорошем смысле конечно в хорошем смысле он сколько лет уже в этой филармонии работает да вот это вот плохо отапливаемый зал огромный да на старом органе еще в Крикунаеве который был закуплен самый большой орган он уже глючит там электроника вся поехала да и он каждый день играет на этом органе по пять по шесть часов каждый день он еще организовывает концерты концерты так далее и когда были январские эти события он не мог ездить своему органу и он он был вот очень в плохом состоянии психологическом потому что он был лишен этой игры понимаешь настолько одержим человек своим делом настолько он это любит ему вообще не очень то интересно кто там министр нынче они уже вообще вот такие вот это они даже им не интересно кто кого у них там свои игры дайте мне мой инструмент оставьте меня в покое вот это и есть подлинная интеллигенция творческая плюс еще делец я был на его концертах у него всегда это с лекциями сочетается конечно он объясняет просветитель он не просто музыкант исполнитель редкий органист редкий органист потому что в казахской традиционной даже музыкальной среде исполнителей органистов не так много а он заканчивал у Ройзмана это та старая школа это органист от бога это уникальный уникальный вообще музыкант и он у него всего три органа вот в консерватории он играет там все эти органы покосанные старые требуют ремонта но он не бегает там по кабинетам не просит никаких себе наград никаких орденов медали он стесняется когда ему там преподносит какую-либо знаешь награду вот это вот стеснение это очень тонкая интеллигентная черта то есть у нас же любят как бряцать своими орденами медалями да а он их стесняется одевать хотя их у него их немало это замечательно вот это подлинная интеллигенция подлинная элита это подлинная элита вот хочешь я тебе расскажу значит про Фаину Раневскую потому что у нас вот если вспоминать нужны непререкаемые авторитеты что такое элита Фаина Георгиевна она была вообще дочерью нефтяного магната где-то в своих биографических записках писала что она бедная ночь нефтяного магната знаешь бедная еврейская дочь нефтяного магната она была она бедствовала очень сильно она была выдающаяся театральная актриса это мы сейчас говорим мы всегда толпа хранит высокие слова чтобы прочесть их чувством над могилой да и вот она жила там у себя в коммуналке у них никогда не было денег у нее не держались деньги она была очень одинокая и театральные актеры это вообще нищенствующий класс это традиционно они и сейчас совсем ничего не получают поэтому если они снимают вот в этих говняных сериалах и так далее ну от безысходности поэтому она жила и однажды она снялась в фильме Золушка знаменитый вот этот фильм Золушка и ей заплатили гонорар ну по киношным расценкам и она растерялась потому что у нее появилась такая куча денег она не знала что с этим делать она поперла свой театр и начала расспрашивать у своих коллег кому деньги нужны может кому-то там наотрез что-то купить кому-то платье пошить кому-то еще и она раздала эти деньги пришла вечером домой и смотрит что у них продуктов нет вот я елки надо было хотя бы там картошки купить молока я к чему настоящий творческий интеллигент творческая элита она дает она делится накопленным опытом накопленными знаниями накопленным состраданием накопленным добротой что делает нынешняя элита она забирает она берет что означает вот эти вот все фильмы на которых кассовые фильмы кассовые фильмы какая главная задача вот про создатели этих картин выпотрошить карманы забрать а что ты даешь взамен вот этот пустой смех пустой глупый никчемный смех почему это же лежит на поверхности дальше пойдем Фаина Георгиевна это та российская элита давай о нашей элите говорит непререкаемые авторитеты Шакена Яманов допустим Шакена Яманов Хадиша Букеева Калбек Ван Шваев там Сергей Хужамхун это была своя тусовка киношники театральные деятели они были тоже простыми людьми они выходцы из народа они приехали все с аула получили хорошее образование опять же у этих же Ройзманов и занимались искусством в театре спектакли ставили и так далее и вот я помню мне Хадиша Букеева рассказывала мы с ней очень хорошо общались она жила вот на коммунистическом Виноградово напротив консерватории там я к ним приходил и она мне рассказала всякие байки она рассказывает однажды у кого-то из Серкибаева день рождения было ну они пришли тебе какую-то коморку снимают и они там естественно танцевали там пили там и шкаф там на трех ножках все время на них падал они его ставили падал ставили в три часа ночи он их потащил куда-то на Первомайские озера и там трамплин какой-то высокий трамплин они немножко подвыпившие под шофе веселые и Шакен Айманов начал этот над Ханбеком Ханшпаевым как это троллить да троллить там давай там прыгнешь не прыгнешь если ты прыгнешь я тебе коробку конфет куплю коробку конфет по тем временам неслыханное богатство а Ханекем он же тоже такой непростой он говорит давай ты прыгай я тебе 10 коробок конфет и они зарубились и все эти где там Хадиша все эти товарищи серки там толпа обдулины вот эти знаменитые оперные певцы и их Шакен полез на этот трамплин разделся прям у него там труселя такие семейные по коленам и значит он говорит что сверху откуда ты мне там 10 коробок отвечаю давай прыгай и тот прыгнул тот прыгнул еще ногами там все хохотались а под утро холодно уже где-то осень естественно они он еще плавать не умеет он еще плавать не умеет они его вытащили и он зуб на зуб не попадает естественно заболел его притащили он там его и все ходили по очереди ему там супы и варенья спаивали да и он когда он в себя пришел где мои конфеты и этот притащил ему конфеты и они эти конфеты сосисским детям раздали ну вроде бы забавно но какая широта души насколько это все вот трогательно и хорошо последний пример для молодежи которые не знают кто такая Хадишабуки они наверное знают кто такой Киану Ривз вот мне часто вот встречаются где-то видосики и несколько статей я читал что этот Киану Ривз знаменитый очень скромный очень скромный он в метро ездит одевается на нем нет ни одного брендового вот этих и этих котлов нет сто тысяч спокойный ходит там в Макдональдсе в очередях стоит он что не может себе позволить что ли там это Бентли или самолет может почему он так себя ведет в этом нет никакой демонстрации в нем есть что-то от того Джака а Джака который камень выкапывал он такой же он сумел сохранить в себе человечность культуру это очень смелый и сильный человек который смог противостоять сегодняшним вот этим вот веяниям соблазнам и когда говорят ты чё какой-то лох ты чё не можешь нормально одеться у тебя же бабла не меряешь в том то и дело что ребята если ставить целью просто заработать бабла это очень узкая задача больше никаких целей нету что ли а как же поделиться и вообще вот было сказано а почему Фаина Раневская раздала потому что она ей было стыдно за свое неожиданно привалившееся богатство она стеснялась она понимала что сейчас очень тяжелая ситуация там революция вот эти вот дела гражданская война после этого люди нищие бедные и ты не можешь кичиться своим богатством и это просто неприлично быть чересчур богатым в такой вот среде и как сегодняшняя демонстрация вот этих понтов когда какие-то люди не могут там заработать на хлеб а кто-то там рассекает на бентли на частных самолетах и всячески и это в инстаграмах выкладывает и говорит смотрите посмотрите какой я так это нищие духом люди это богатые ничтожества которые таки остались в сознании своем на каком-то уровне примата ну из грязи князь да и это этому заболеванию подвержены сегодня практически все это вирус он страшнее любого там коронавируса который поражает молодые умы потому что они беззащиты для них задан некий некая модель поведения в обществе а вот эти джака шаки найман хотя быки и уже не говоря про фаину георгию они с точки зрения сегодняшнего сегодняшних вот ценностей это какие-то вообще непонятные люди какие-то блин там динозавры у которых что-то не в порядке с головой и вот когда все стало с ног на голову и это закрепилось в сознании людей это катастрофа нашу нацию ждет катастрофа если мы не поставим эти мозги на место если мы их не вернем январские события и поэтому январские события вытекают из логики нашего бытия потому что идеологическая работа провалена на корню никто с ними не разговаривает не объясняет ребята самая главная задача в этой жизни адамбол будь человеком все остальное придет тебе потом если ты будешь человеком ты будешь сыт накормлен одет и обут кстати вот если завершить уже наш разговор ты упомянул что в министерстве культуры на самом деле должен быть революционер с точки зрения такого знаешь тотального изменения подхода работы этого ведомства да и вообще отношения культуры вот если бы ты был министром культуры с чего бы начал да то есть какие революционные скажем так изменения вынес бы это как бы уже под конец чтобы как бы уже некие рекомендации если бы я ну поскольку этого этого случиться не может никак так я могу рассуждать фантазировать как угодно хорошее дело слушай если бы я был министром культуры значит первым делом я зашел бутылку сказал ханде марта давайте определимся вот с чем я бы вам постарался объяснить что все начинается с культуры давайте мы министерство культуры сделаем ключевым это должно быть системообразующим министерством от работы его от его деятельности зависит деятельность всех остальных отраслей и направлений этой жизни первое второе я бы отделил культуру от спорта и от туризма все таки это совершенно другая среда потом я бы сильно задумывался над тем кто соответствует и кто работает в этом министерстве потому что там должны работать профессионалы а не дилетанты в сегодняшнем составе там очень много дилетант в том числе и профессионалы менеджеры с точки зрения развития культуры менеджеры менеджеры культуры которые разбирают культуре потом я бы работал в тесном сотрудничестве с творческими союзами то есть я бы не назначал каких-либо руководителей сверху вниз я бы сначала советовался бы с творческим сообществом и говорили бы ребята кто вам нужен кого вы считаете достойным вы между собой там порешайте определите этого человека ну там несколько кандидатов а потом мы их будем обсуждать они вот так вот вот вам значит директор оперного вот вам директор консерватории вот вам директор еще чего-то там казахфильм ну четвертое в пятых нет и так и так и так далее и потом я бы сосредоточился и убедил бы общество в том что сегодня культура и образование это должно быть вот они говорят культура туризма и спорта оно должно быть культура и образование если уже искать каких-то параллельных аналогий и каких-то вот направлений которые бы сочетались бы с культурой сочетается образование когда-то было хорошее слово просвещение просветительство так вот культура и образование это два крыла то есть просветительство и естественно я бы инициировал вот это вот хотя бы в тестовом режиме в одном районе потом в другом потом в третьем попытался бы побороться с культурной сегрегацией я попытался бы набрать команду людей неравнодушных которые знают предмет а не чьи-то там родственники чьи-то там племянники чем до сих пор занимается министерство культуры там начиная с этого вице-министа с этого доуэшего непонятного откуда взявшегося не хочу я никого про личности говорить но я просто их всех знаю поэтому у меня болит за все это дело да и тогда бы может быть уже это первые шаги что нужно делать сразу далее уже поступательно я бы поговорил бы уже о бюджете культуры потому что на бюджет выделяются серьезные деньги но как они распределяются они не доходят до конечных адресатов они не доходят до спортсменов до артистов у габита нищенская зарплата он за свои концерты старые органы нищенская зарплата да боже почему не ценят вот таких уникальных есть Куат Шельдебаев вот вспомнил про Кукуша Куат Шельдебаев гениальный композитор он сидит вот в этой байситовшей школе сколько лет снимает там две коморки и пишет там свои гениальные вещи и он не знает вообще я сейчас спорим сейчас поедем к нему скажу кто министр культуры он не ответит и вот эти люди уникальные золотые люди которые сегодня представляете весь свет их нужно вытаскивать из этих подвалов погребов и этих погребов и вытачивать из них вот этот нафталин вот этих вот деятелей которые там с этими блин орденоносцы вот эти скажет ребята все это повеселились давайте идите обслуживайте тои пойте там да там а да ради бога веселите народ скоморохи уступите место не вы творческая элита вы клоуны вы предали самое во первых предали свой талант вы предали свою профессию что вы делаете в этих парламентах вот эти вот певцы музыканты что вы там что вы там понимаете в бюджетах вы хоть считать умеете вообще они даже наверное свои фамилии в ведомостях не могут правильно написать когда они там депутатствуют что-то там что они там делают кто их сделал депутатами вот этих всех дамбристов там кабызистов певцов вот этих что они там делают ребята это не ваше дело пусть этим занимаются профессионалы очень много путаницы и сказать вот честных тружеников которые посвятили свое дело свое призвание этому делу посвятили жизни их ну да приподнять их нужно накормить им нужно дать нормальные деньги вытащить на площадку народу показать ребята вот они настоящие а вот этих вот вот перебежчиков вот этих приспособленцев ребята ну валите уже поели наверное хватает да знаешь послушал тебя ты напоминаешь Михаила Саакашвили только в сфере культуры примерно такие же методы подходы как раз мне кажется таких людей не хватает все-таки несмотря на твой пессимизм я хотел бы пожелать чтобы это все-таки произошло потому что я тебя давно знаю я знаю как ты болеешь за сферу культуры как ты активно критиковал предыдущих министров видя эти все провалы вот ты сам из этой среды ты видишь все ее проблемы я думаю что как раз таки вот сейчас мы находимся сейчас такой точке бифуркации когда нужно менять кардинально все и мне понравилась идея то что министерство культуры должно занять одно из ключевых мест в правительстве стать системообразующим ведомством от которого должны идти нити в другие разные направления вот поэтому большое спасибо тебе спасибо за твои ответы за твой энтузиазм за твою боль которую ты постоянно выражаешь я надеюсь что те кто слушать нас во власти наконец-то от формально слушающего государства перейдут государству действующему ну с точки зрения просто принятия тех предложений и идей которые здесь тоже озвучиваются людьми которые также граждане Казахстана которые также за нее болеют и также хотят чтобы страна процветала во всех направлениях не только в экономике но и в культурной образовательной сфере спасибо спасибо тебе созданная в Казахстане система госуправления за 30 лет угробила образование и опустила ниже плинтуса уровень культуры доложив основу для невежества и социальной агрессии в конечном счете убийство невинных людей или пытки задержанных с целью выбивания показаний также является признаком культурной деградации тех кто носит погоны хотя порочный круг бедности и порочный круг легких денег это две стороны одной медали ведь многие представители нашей так называемой элиты также являются культурными маргиналами пусть и с дипломами об образовании для многих из них быстрое перемещение по лестнице материальных благ не успевала за ростом их образовательного и духовного уровня это значит что потерянные поколения это не только те кто толкает тележку на базаре не имея никаких перспектив но также и так называемая беспредельная золотая молодежь и их родители которую такую молодежь воспитали это также молодые циничные карьеристы во власти пускай и зарубежным дипломом которые хотят служить не стране а тому кто их поднимет выше я уже как-то говорил что глупо говорить о повышении конкурентоспособности страны в которой наблюдается культурный кризис в общественном сознании до тех пор пока все сегменты духовной и культурной жизни Казахстана будут продолжать играть роль лакеев у барского стола у страны не будет никаких перспектив и как говорил Чингис Абдулаев культура это прививка от варварства и эту прививку уже давно нужно было поставить в противном случае нас ждет рост варварства как во власти так и внутри общества дорогие друзья большое спасибо за внимание оставляйте свои комментарии ставьте лайки и помните то что развитие культуры в нашей стране в том числе зависит и от вас до новых встреч до новых встреч субтитров